Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Кто не помнит этих строк из детства? Их повторяют и сегодняшние диетологи. Но тут же добавляют, продукт должен быть натуральным и свежим. Теперь полезное молоко доступно и чебоксарцам. Недавно на наших улицах появились молокоматы. Что это и как они работают, разбиралась наша съемочная группа. У меня же на этом все. Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире завтра. До встречи. Молокоматы – это самый кратчайший путь доставки молока от коровы до потребителя. Автоматы для продажи молока впервые начали использовать в странах Европы и Америки. В России они начали появляться недавно. Оценить натуральное молоко от фермера теперь могут и чебоксарцы. Пользоваться автоматами просто. Подробные инструкции есть на каждом молокомате. Он состоит из двух секций – отдел для бутылок и, соответственно, аппараты, которые наливают молоко в эти бутылки. Кстати, тару можно взять из дома. По вкусу очень вкусные. Все пользуетесь. Очень удобно. В любое время. Можете вечером прийти, ночью даже, если захотите. Поздно с работы пришли. Пожалуйста, молоко всегда. Увидел это – дешевле молоко. Решил попробовать. Полезный напиток здесь дешевле, чем в магазине. 1 литр – 25 рублей. Кроме этого, натуральное молоко можно купить в любое время суток. Внутри молокоматов – специальное холодильное оборудование. Молоко доставляется каждый день. Остатки забирают обратно на ферму. Ими кормят селят. В Чебоксарские молокоматы полезный напиток привозят из Янтиковского района. Новинку в столице республики внедрило фермерское хозяйство Сергея Ларионова. Новую ферму в Шимкуссах Сергей Разинович построил в начале этого года. Установили современное оборудование. Завезли коров молочной породы. Сегодня дойное стадо насчитывает 350 голов. И о каждой корове работники фермы знают все. Когда родилась, чем болела, сколько молока надоили сегодня, вчера или в любой другой день. На буренушках висят специальные чипы. Вся информация о них отражается в компьютере. Заболевшая корова на дойку не пройдет. Электронная система не пропустит. Кстати, в процессе дойки участие человека минимально. Дояркам нужно лишь помыть вымя. Процесс тоже несложный. К каждому дойному месту подключен шланг с водой. Далее всю работу сделает доильный аппарат. Молоко по специальным шлангам сразу поступает в холодильное оборудование. Уже оттуда в танке. Кстати, все шланги, по которым протекает молоко, емкости и холодильник после дойки и до заполнения молоком тщательно обрабатываются кислотными и щелочными растворами. Теперь молоко можно отправить в город. Но до этого напиток проверяют на качество. У нас есть анализатор молока «Клевер-2». И по определенной температуре определяется жирность молока. Добавление воды есть или нет. Вот сейчас можно посмотреть. Вот вода – ноль. Воды нету. Жирность – 3,56. Белок – 3,02. Плотность – 27,7. Это хорошие показатели молока. Весь этот процесс неизменен. Компьютер отслеживает не только качество и количество молока в молокоматах, но и соблюдение температурного режима во время перевозки. Емкость, в которой режим транспортировки был нарушен даже на 0,1 градуса, срочно меняется. Таким образом, до нас, городских жителей, доходит свежее, натуральное и экологически чистое молоко. Надежда Яковлева, Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Николай Яковлев. Республика.